МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Северный завоз 2019. В регионе стартовала подготовка кампаний по доставке продовольствия и топлива в отдаленные населенные пункты Минницкого округа. Изменился ли поставщик и какие в этом сезоне обозначены сроки? Палки в руки и вперед! Наринмар готовится к лыжне России. Традиционное соревнование пройдет уже в выходные. Об этом и не только. Расскажем ближайшие 20 минут. Здравствуйте! Подводим итоги среды. В студии Олег Итанзийский. Новости начинаются. Губернатор Минницкого округа и первый заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева провели рабочее совещание, посвященное вопросам оказания медицинской помощи и развития инфраструктуры здравоохранения на территории нашего региона. Встреча прошла в Москве. Александр Цибульский озвучил основные проблемы системы окружного здравоохранения. Речь шла о необходимости строительства дополнительного корпуса Минницкой окружной больницы, а также нового здания инфекционного отделения. В ходе встречи нам удалось договориться о том, что по линии Минздрава России будет поддержано включение проекта строительства пристройки к главному корпусу окружной больницы и федеральную адресную инвестиционную программу. Соответствующую заявку мы уже направили. Примерно в течение месяца она будет рассматриваться в профильном министерстве. Затем ее направят в Минэкономразвитие. Для включения в программу сообщил по итогам встречи губернатор Ниньского округа. Аналогичная работа сейчас ведется и в части привлечения федерального финансирования на строительство инфекционного отделения Нининской окружной больницы. Заручиться поддержкой федерального центра удалось и в вопросе строительства ФАПов в населе. Речь идет о возведении 9 ФАПов в тех населенных пунктах, где существующие здания имеют высокую степень износа. Мы рассчитываем на федеральное финансирование строительства этих модульных объектов уже в следующем году. При этом за счет регионального бюджета будем строить жилье для сельских медиков, сообщил Александр Цибульский. В рамках встречи с сторонами также была достигнута договоренность о проработке вопроса оказания финансовой поддержки со стороны федерального центра в приоритете для нужд региона МРТ и антихографа. Кроме того, как сообщил губернатор Ниньского округа, в ходе совещания у первого заместителя министра здравоохранения России он получил поддержку в вопросах, касающихся сотрудничества Ниньского округа с лечебными учреждениями федерального уровня. Государственная Дума России приняла в первом чтении изменения в федеральный закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности. Загонопроект, который позволит строить в рамках Крайнего Севера платные автомобильные дороги без обеспечения альтернативного бесплатного проезда, был внесен в Палату правительства. И вот как сообщил депутат Госдумы от Ниньского округа Сергей Коткин, фракция «Единая Россия» поддержала данный законопроект, ведь до сих пор платные дороги могли появиться в Заполярье только как дополнение к существующей бесплатной трассе общего пользования. Документом предусматривается, что проезд личных легковых автомобилей, общественного транспорта, почтовых автомобилей, скорой помощи и представителей госорганов по платным автомобильным дорогам и их участкам, которые не имеют бесплатные трассы-дублера, остается бесплатным. Кроме того, решение об использовании автомобильной дороги на платной основе не может быть принято в отношении дорог в границах городских и сельских муниципальных населенных пунктов. Платный проезд не может быть введен также в отношении дорог, которые были построены до дня вступления поправок в силу. Как считают авторы законопроекта, разрешение строить платные дороги без альтернативы поможет решить проблему транспортной доступности в Заполярье и привлечь частных инвесторов в дорожную сферу. Второе чтение законопроекта предполагается провести в начале марта, а до этого времени северные регионы могут обсудить его и предложить свои поправки. Состояние городских дорог, а конкретно федеральные трассы, которые связывают город с аэропортом, проинспектировали депутаты окружного собрания на основании множества жалоб, которые поступают от горожан. Парламентарии инициировали в визит представителей организации «Прикамьи». Это город Пермь, на балансе которого содержится этот стратегический объект. Тема продолжит Ольга Руссу. Инспекция федеральной трассы начинается с нулевого километра. В этом месте, не доезжая аэропорта, располагается информационный щит. На нем полное название и иерархия подрядчиков, а также телефоны, по которым граждане, в принципе, могут оставлять свои пожелания о качестве содержания дорог. Если дозвонятся в Пермь, непосредственно баланса содержателю или в республику Коми, село Визинга, где базируется подрядчик. У нас много обращений было. 3 января ездили депутаты и проверяли дороги 8-го. И мы с вами видели, что на самом деле дороги в ужасном состоянии. Поэтому 15 января или 21-го депутаты приняли обращение непосредственно в федеральное дорожное агентство и нас услышали. Сегодня представитель приехал, представитель заказчика, мы проехали по этой дороге. Я надеюсь, что в течение недели все будет приведено в соответствии с нормами. Среди самых частых жалоб – колейность на дороге. Занесенные снегом кромки, плохо почищенный городской мост, особенно в части пешеходной зоны. Все эти факторы вместе – причина травм и аварий. Основной момент – это, конечно же, применение противоголюдных контролюбов. То есть все эти снежно-ледяные отложения, есть руководство по борьбе зимней скользкости на федеральных стабильных дорогах, стабильных дорогах федерального значения. В этом руководстве все четко описано. То есть если мы хотим с вами видеть голый асфальт, высокие сцепные качества покрытия, в наш взгляд необходимо применение вот таких вот материалов. Без химических реактивов не обойтись. Позицию дорожника поддерживает и представитель профильного департамента. Мы понимаем, для того, чтобы содержать автомобильные дороги в нормативном состоянии, необходимо применение противогололюдных материалов. А противогололюдные материалы у нас против них выступает большая часть населения и автолюбителей. Поэтому здесь вопрос, я думаю, что так просто он не решится. Однако, по мнению депутатов, вопрос с безопасностью на дорогах и пешеходных зонах можно решить в ручном режиме. Реактивы не помогут при очистке дорожных бровок и пешеходных зон на городском мосту. Тем более, что раньше они очищались дорожными службами в ручном режиме, то есть лопатами. То есть, есть, правильно, моменты, которые связаны с показателем каких-то материалов, о которых вы говорите, химических, да, которые, как бы, вы считаете, что являются необходимы при применении данного вопроса. Но есть другой, и мы сегодня это увидели, факт, когда водители не могут развернуться или проехать, потому что не почищены кромки. Контракт на содержание федерального участка дороги заключен с подрядчиком на пять лет. В нем, кстати, прописаны и механизмы, благодаря которым есть возможность повлиять на качество содержания. Заново отказаться за такие деньги ваши подрядчики. То есть, вставал вопрос о привлечении субподрядной организации, значит, ну, вот ДСК «Карьер», в прошлый раз я когда приезжал, мы проводили семестное совещание с департаментом. Значит, цифра была озвучена, я сейчас, может быть, что-то могу перепутать, но оценивалась стоимость содержания в миллионах. Субподряд – это миллион. То есть, подрядчику необходимо в четыре раза больше, это минимум, по-моему, там два или четыре миллиона, даже сказали, в месяц. То есть, для поддержания четырехкилометровой дороги в нормальном состоянии субподрядчику «Карьер» необходимо четыре миллиона в месяц, по миллиону на каждый километр. Тем не менее, по словам представителя дорожной организации «Прикамье», в ближайшее время планируется приступить к обустройству федеральной трассы, в частности, установке светофоров на кольце дорожных знаков и ограждений, а также остановочных павильонов. В настоящее время мы сейчас заключаем государственный контракт на устройство светофорного объекта. На четвертом километре вот эта кольцевая развязка. Кроме того, есть у нас в планах устройство дилинеаторов для разделения транспортных потоков. В конце выездного заседания депутаты окружного собрания предложили еще раз проинспектировать дорогу уже в середине февраля, чтобы убедиться, что их просьбы не остались без ответа. В свою очередь представитель дорожной организации заверил, при каме и открыто для диалога. Ольга Руслова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Другим темам в Ненецком округе рассматривают возможности решения проблемы авансирования оленеводческих хозяйств. Речь идет об убойной кампании. Тема своевременного расчета с оленеводами за сданное в промышленную переработку сырье стала одной из главных на рабочем совещании в Департаменте природных ресурсов «Экология ПК». В нем также приняли участие руководители общества мясопродуктов «СПК «Красный октябрь» и представители Государственной инспекции по ветеринарии. По словам председателя «СПК «Красный октябрь» Георгия Пасынкова, ежегодно в период убойной кампании кооператив сталкивается с финансовыми трудностями. Речь идет о получении в полном объеме средств за сдаваемую продукцию от общественной мясопродукты. Его представитель, в свою очередь, заметил, что общество для авансирования хозяйствующих субъектов, сдающих оленину на переработку, кредитуется под определенный процент. Одним из предложенных и возможных вариантов решения проблемы станет создание финансового фонда, который будет авансировать производителей для своевременного расчета с оленеводами. Это позволит труженикам тундры подготовиться к содержанию стада на пастбищах и вовремя закупить необходимую провизию. Варианты для реализации данного предложения подготовят специалисты департамента. Ненецкие рыбаки в прошлом году выловили более 12 тысяч тонн рыбы. Такие отчетные данные по итогам добычи водных биоресурсов в прошедшем году окружные рыбаки представили в Департамент природных ресурсов «Экология ПК». Общий объем промышленного улова на внутренних водоемах округа составило 415 тонн. Согласно отчетам сельхозкоперативов и предпринимателей, они ловили навагу, щуку, ряпушку, пелять, сегов, платву и другие виды рыб. На печоре рыбаки-промышленники также ловили семгу и горбушу. Кроме того, в регионе подведены итоги морского промысла. Суда Ненецкого рыбак-колхоз «Союза» выловили 12 тысяч тонн рыбы и полностью освоили выделенные квоты. Основная часть улова представлена треской – это 8,5 тысяч тонн. Также в рамках морского и прибрежного промысла траулерами «Союза рыболовецких колхозов» выловлено 2500 тонн пикши, 652 тонны скумбрии, а также 382 тонны сельди, 138 тонн мойвы и 33 тонны морского окуня. Центр природопользования окружающей среды подвел итоги работы за прошлый год. За этот период в Ненецком округе было выявлено вдвое больше нарушений в области охраны охотничьих ресурсов. А вот на охрану водных биоресурсов сотрудники казенного учреждения совместно с представителями правоохранительных органов выезжали 61 раз. Большая часть рейдов приходится на летний период. Пять раз природа охрана добиралась к месту проведения оперативных мероприятий с использованием авиатранспорта. Подробности прямо сейчас. В рамках охотничьего надзора за год было составлено 22 административных протокола. Решение мирового суда 14 граждан лишены права осуществлять охоту на срок от одного года. Еще семи нарушителям назначены штрафы на общую сумму 19,5 тысячи рублей. Два уголовных дела заведены по факту незаконного отстрела лося. Полиции изъято 4 шкуры животного. Что касается незаконной добычи водных биоресурсов, по итогам проведенных рейдов их выявлено 6 фактов. К административной ответственности привлечено 48 граждан. Изъято 100 экземпляров рыбы и 98 орудий лова. Общей длиной 10 километров. Большая работа была проделана казенным учреждением, когда у нас был в том году контракт по выявлению Нельмы для того, чтобы вывезти ее из Красной книги. То есть они большой труд приложили. У нас есть межведомственная рабочая группа, в которую входят практически все представители силовых структур, которые выезжают в экваторию, скажем так, на наши реки, для того, чтобы пресечь нарушения, связанные с незаконно выловы. Это приносит свой эффект. Ну, не всем это нравится, может, в первую очередь, и рыбакам, которые нарушают. Положительной динамики удалось добиться и в сфере контроля за особо охраняемыми природными территориями. Здесь количество административных протоколов составило 15. Учреждение также занимается надзором в сфере недропользования и охраной окружающей среды. Вот эти задачи, которые стоят перед казенным учреждением, мы отрабатываем. С этой целью, может, с трудом, но мы пытаемся создать лабораторию, которая будет иметь законную возможность проверять воздух, землю, почву, нарушения, которые с этим связаны. И это позволит, скажем, более эффективно защищать территорию Ненецкого автономного округа от экологических нарушений, катастроф, ну, не дай бог, конечно. Животный мир, водные биологические ресурсы. Общее финансирование Центра природопользования в этом году составит порядка 50 миллионов рублей. В планах казенного учреждения приобретение судна на воздушной подушке для контроля за состоянием окружающей среды в период межсезонья. Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение окружных депутатов на ближайшей сессии. В завершении отчетного совещания было принято решение разработать целевые показатели деятельности казенного учреждения, по которым будет оцениваться его работа по итогам 2019 года. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В регионе началась подготовка к северному завозу. Как пояснили в муниципальном предприятии Заполярного района «Севержилкомсервис» по итогам проведенных торгов, первый контракт на поставку отопительных дров будет заключен с индивидуальным предпринимателем. Победитель аукциона имеет необходимый опыт. Он уже осуществлял доставку дров в 2017 году. Согласно контракту, стоимость которого составляет 32,5 миллиона рублей, предпринимателю необходимо будет закупить более 6 тысяч кубометров дров и доставить их в село Округа речным путем. До 20 июня энергоресурс должен быть доставлен в поселки Хариверы, Харута, село Коткино, деревня Щелина, Тошвиску, Лабожская и Пылемец. До 15 августа дрова необходимо завести в село Великовисочное, Оксино и Тельвиску, поселки Хангурей и Нельминоз, деревни Каменка, Анди, Куя и Осколково. На следующей неделе «Севершилкомсервис» планирует объявить торги на перевозку угля и после этого на его доставку в село Округа. В Департаменте образования, культуры и спорта Нельминского округа ведется прием документов на сыскание премии за особые достижения в сфере культуры на территории региона по итогам 2018 года. В конкурсе могут принять участие все желающие, которые внесли значительный вклад в культурную жизнь субъекта в прошедшем году. Премия может быть вручена как одному сыскателю, так и творческому коллективу. Прием документов объявлен по пяти номинациям. Это искусство, библиотечное дело, музейное дело и охрана памятников, народное творчество, а также декоративно-прикладное искусство. Размер премии составит около 20 тысяч рублей. Чествование победителей состоится в рамках празднования Дня работников культуры. Заявки соискателей и премии принимаются до 15 февраля включительно. Более тысячи окружных волонтеров за прошлый год приняли участие более чем в 500 мероприятиях. Таковы итоги Всероссийского года добровольца на территории нашего региона, сообщает прислужба Центра молодежной политики. В рамках Всероссийского проекта «Добров село» специалисты Ненинской окружной больницы вместе с волонтерами провели профилактическое обследование жителей населенных пунктов региона. Они побывали в поселках Красный, Нельминос, Хангуреи, деревнях Макарова и Каменка. Также по региону прошло более 100 экологических акций, было собрано и вывезено на утилизацию больше 50 килограммов батареек. Фонд экологического развития Ненинского округа собрал порядка 5000 кубометров вторичного сырья. Из них обработано и отправлено на переработку 40 тысяч тонн. Также в округе прошли командные соревнования по сборке и сортировке мусора «Чистые игры». За 11 месяцев прошлого года на поддержку добровольчества было выделено порядка 1 миллиона 200 тысяч рублей. Грантов и субсидий поддержано 17 проектов. Всего в единой информационной системе «Добровольцы России», которая также начала работу в прошлом году, зарегистрировано 211 волонтеров и 27 волонтерских организаций на территории Ненинского округа. Ну а 9 февраля в Наринмаре пройдет открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Традиционное спортивное состязание состоится на лыжной базе спортивной школы «Труд». Гонка проводится ежегодно. Она рассчитана на широкий круг любителей лыжного спорта. В «Лыжне России» принимают участие как профессиональные спортсмены, так и любители этого вида спорта, чей возраст колеблется от 12 до 70 лет. Хотя ограничений по возрасту нет. Цель соревнований – привлечение взрослых и молодежи к регулярным занятиям лыжными, гонками и дальнейшее развитие, а также пропаганда физической культуры и спорта среди населения. В прошлом году в рамках состязаний состоялось 9 забегов, участие в которых приняли более 300 жителей Ненинского округа. Победителей выявляли в 16 категориях. Такова информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире и всего хорошего.